Это актуальное интервью. Меня зовут Ксения Епишева и в нашей студии тренер юношеской команды «Газпромнефть» по мини-футболу Кирилл Твердов. Буквально сегодня вместе со своими подопечными он вернулся с общероссийского финала по мини-футболу, по итогам которого наша команда «Газпромнефть» вошла в пятерку лучших клубов страны. Здравствуйте, Кирилл Александрович. Здравствуйте. И перейдем непосредственно к первому вопросу. Какие цели ставили перед собой и как прошла жеребьевка? Мы с ребятами до турнира еще поговорили и сами для себя поставили ориентир, поставили цель быть в тройке лучших команд страны, лучших футбольных школ России. Когда прошла жеребьевка, я для себя уже сразу понял, что задача будет наисложнейшая, потому что во время жеребьевки сразу две лучшие мини-футбольные школы страны. Это мини-футбольного клуба «Тюмень» и мини-футбольного клуба «Вессинар» оказались с нами в одной группе. Плюс с нами же в группе оказалась команда «Енисей Красноярск», которая также славится своей школой. Сюда же попала команда «Спартака», это чемпионы Московской области. И команда, которая, одно название, «Дю Сэше», которая по футболу работает только на футбол, специализация только футбол, команда «Сыктывкара» тоже оказалась в нашей группе. То есть можно, я ее назвал для себя, не я, а все тренера группы «Смерти», все шесть команд имели реальный шанс побороться за третье место. Первая игра и сразу грозный соперник, команда «Весси» с Екатеринбурга. Встреча получилась довольно интересной. Сперва «Газпромнефть» проигрывала 1-4, а затем вела в счете 7-6. Как оцениваете игру команды в первом поединке? Что интересно, за день до этой игры я поехал на жеребьевку, и все ребята мне вслед кричали, чтобы я обязательно вытащил по жеребию Виссинару к нам в группу. В итоге так и получилось, и мало того, это получилась сразу первая игра. Мы не видели этого соперника, знали лишь только его имя, что Виссинара является лучшей мини-футбольной школой России. Скажу так, что в целом по игре мы совсем не уступали, где-то даже переигрывали. Немножко давило само название, весь Виссинара. Ребята поначалу немного растерялись. Мы уступали 1-4, затем взяли тайм-аут. Постарался им объяснить, что ничего страшного нет. К их чести они молодцы, они вернулись в игру. Мы провели замечательный отрезок. Сначала мы сравняли счет, затем вышли вперед 7-6. Немножко разнервничался вратарь, пропустил два необязательных мяча. Тем не менее, за 4 минуты до конца мы вновь сравняли счет. 8-8. Теперь тайм-аут уже брала команда Виссинара. При розыгрыше мяча с центра они разыграли изумительную комбинацию. Мы пропустили 9-8, побежали отыгрываться, оголили уже полностью все тылы. И на последней минуте пропустили 10-й мяч. То есть в целом я доволен как содержанием игры, так и старанием ребят. И интересно было сравнить уровень «Газпромнефти» с уровнем лучшей мини-футбольной школы. Считаю, что если уступили, то лишь в самой малости. В третьем туре «Газпромнефть» играла уже с Тюменью. Первый тайм и полное преимущество нашей команды 2-0. А в итоге болезненное поражение со счетом 3-9. Что все-таки произошло на площадке? Ну, то, что произошло в первые 10 минутки второго тайма, для меня до сих пор остается загадкой. К сожалению, даже видеокамера сломалась, на которой производилась съемка этой игры. То есть первый тайм был снят. Команда выигрывала 2-0. И, поверьте, по моментам, по игре должна была выигрывать 5-6-0. И спокойно второй тайм доводить до концовки. Но то ли мы рано поверили в победу, что так легко все было в первом тайме. То ли тренер соперников внес какие-то коррективы. В итоге в первые 5 минут мы пропускаем 4 мяча, берем таймаут. Ну, и соперника было не остановить, и мы, откровенно говоря, поплыли. В следующие 5 минут мы еще пропускаем 4 мяча, и игра была сделана. И в итоге 3-9. Хотя еще раз повторю, по первому тайму ничто вообще не предвещало. Мы полностью переигрывали Тюмень. Вот, к сожалению, даже видео не осталось. Одни из родителей присутствовали на игре, они снимали матч. И тоже смеялись мы после игры с ними, пытались успокоиться, что даже камера не выдержала того, что происходило на площадке. Ну, наверное, после таких поражений довольно сложно настраивать команду на следующую игру. Как удалось преодолеть этот психологический баринер? Вечером мы с ними собрались, поговорили, что мы не смогли попасть в тройку. Это еще во многом из-за жеребьевки, что откровенно на данный момент в мини-футболе сильнейшая школа, это МФК мини-футбольного клуба Тюмень, и МФК Виссинара, и обе эти команды по стечению обстоятельств попали к нам в группу. Мы поговорили, что мы не опустим руки и будем бороться теперь только за 5-е место. Чтобы это сделать, нужно было выигрывать еще 3 игры, чтобы занять 5-е место. Но мы договорились, что мы дадим все силы, что мы не опустим руки и не займем 10-11 место, а приложим все усилия. И что я увидел от команды сразу на следующий день в матче с Енисеем из Красноярска, то есть это группа подготовки при команде ФНЛ, все ребята хорошо готовы физически, мы их вышли и полностью переиграли, то есть мы убрали, мы разобрали те ошибки, которые мы допускали в предыдущей игре, и мы уверенно победили 8-3. Ну действительно, в остальных матчах «Газпром» была сильнее своих соперников. Как оцениваете в целом игру команды на этом турнире? И может быть, кого-то из игроков как тренер могли бы выделить? Я оцениваю только с положительной стороны, даже несмотря на то, что ставили. Мы сами для себя с мальчишками быть в тройке, а заняли 5-е место. Они молодцы, они проявили себя с самой лучшей стороны. Хочу сказать, что на турнире мы были практически самая молодая команда, в таком возрасте даже год разницы еще сказывается на детях. У нас было 6 ребят 2000 года, 6 ребят 2001 года рождения, и даже один мальчик 2002 года рождения. То есть если не брать ФК Тюмень 2001 года, где все ребята были, следующие мы были самые молодые, потому что все команды представляли чисто 2000-й год. Наверняка игры ноябрьской дружины смотрели специалисты ведущих мини-футбольных школ России. Как они отзывались об игре «Газпромнефть»? Ну, удалось, да, поговорить с тренерами, со специалистами. На турнире выделяли особо 4 команды. Это еще раз Виссинара, Тюмень, «Газпромнефть» и «Дюс-Шеймал», «Новый рингой». Так получился жребий, что 3 команды попали в одну группу, а команда «Новый рингой» попала в другую, где довольно-таки легко ее прошла и вышла в четверку сильнейших вместе с командой «Ярославля», что доказали последние игры, когда команда «Ярославля» в финальной четверке просто откровенно провалила три игры, пропустив в них 25 мячей и заняла четвертое место. То есть о нашей команде были только лестные отзывы, и не только о команде, но и об игроках, об дисциплинированности. То есть за что хочется поблагодарить ребят, что они так собраны и ответственно провели этот турнир. Ну и в итоге все-таки юношеская команда «Газпромнефть» вошла в пятерку лучших команд страны. И при этом вы уже отметили, что действительно играли такие серьезные команды, как «Виз», «Екатеринбург», «Красноярский», «Енисей» и «Тюмень». Они набирают одаренных детей не только со своих городов-миллионников, но и в целом с регионов. Тут 100-тысячный, ноябрьский, только наши воспитанники. Поделитесь все-таки, в чем секрет успеха? Работа, желание, желание работать. Желание тренерского состава нашей «Газпромнефти» развивать мини-футбол в городе. Ну и ребята, конечно, те, кто к нам приходят заниматься, мы очень требовательно с них спрашиваем. Стараемся с малых лет и с детского сада группы, которая занимается, уже прививать им ответственность. И когда ответственно ребята подходят ко всем упражнениям, когда они требовательны к себе, когда мы с них требуем. То есть это приносит результат. Ну и, наверное, знания наших тренеров. То есть все, что мы пытаемся в них вложить, это, безусловно, и нужно отдельно сказать о поддержке ноябрьской нефтегаза. Это наш основной спонсор, что благодаря финансированному мы выезжаем на различные турниры, ребята получают колоссальный опыт. И за счет этого накапливается, накапливается и выливается вот в такие неплохие результаты. Мы дальше будем развиваться, будем стараться. То есть желание осталось, чтобы мы с мальчишками разговаривали. Не только именно Газпромнефть 2000-2001, но и с другими возрастами. По-прежнему у нас хотим, чтобы одна из команд стала чемпионом России и тренерский состав в Газпромнефти. С нашим руководителем, обжалимым Марат Мирувчим, сделают все, чтобы наша мечта исполнилась. Ну, в свою очередь, я пожелаю вам успехов и дальнейших побед. Спасибо, что уделили время сегодня и были в нашей студии. Всего хорошего. Спасибо.